Всем привет-привет! Всем отличной недели, хорошего настроения! Сегодня наш расклад будет в формате рук, карт. Мы с вами будем смотреть тему, насколько вы умеете отпускать своего внутреннего зверя, чтобы он позаботился о вас. Под словом внутренний зверь я подразумеваю необязательно хищника и не подразумеваю тотемное животное. Подразумеваю, скорее всего, наши животные инстинкты. То есть когда вы разрешаете сами себя именно как-то выпустить наружу вот эту вот энергию животную, она необходима. Либо еще даже, знаете, не только выпустить, а, наверное, мы еще посмотрим, каким образом вы это делаете, если вы это делаете и что это вам даст. Вот, наверное, как-то так. Я, правда, не записала эти вопросы, но думаю, что я буду их помнить. И, ну, в принципе, в процессе как пойдет, так пройдет. Как его он называется? Позиции вы видите? Мы сразу приступаем. Позиция номер один, голубенький камешек. Сюда я его положу. Так, и давайте мы посмотрим, насколько вы умеете единички отпускать своего внутреннего зверя. Насколько вы умеете отпускать своего внутреннего зверя? Здесь отпускание идет как, знаете как, при каких-то рамках и ограничениях. То есть, возможно, я и смогу выпустить своего зверя, но при условии того, что я должен его контролировать. То есть, это не может быть так, как, ну, например, я не знаю, прогуливаетесь с собакой, да, отпустили ее с ошейника, и вот она понеслась, и неизвестно, вернется она, не вернется. То есть, здесь должно быть все продумано. Здесь есть определенная какая-то стратегия, контроль. Безусловно, есть огромное желание выпустить своего внутреннего зверя. Почему? Потому что вот потребность в энергии как-то вот ее выпустить, здесь большой потенциал энергетический, могу сказать, ну, это вот по ощущениям. И здесь человеку иногда вот прям хочется, хочется какой-то вот внутренней свободы от самого себя, от каких-то правил, от рамок, от шаблонов. Иногда вот прям это выражается в том, что здесь зверь, он на самом деле хищник. Здесь не птица, здесь не какой-нибудь там млекопитающий в виде кита, либо дельфинов. А здесь такой достаточно хищный, с клыками животное, которое вот, знаете, может прям отскалиться. Вот иногда есть такая потребность. Скорее всего, вы слишком контролируете, что вы говорите, кому вы говорите, как вы говорите, да, то есть нету, не то чтобы желание быть мягкой и пушистой, но иногда, знаете, такое чувство, вот хочется прям сказать, с волками жить, по волче выйти, но здесь вы себе не позволяете, говоря, допустим, о том, что я не буду падать так низко, да, то есть я не упаду до твоего уровня, чтобы как-то тебе там нахамить, укусить, там, я не знаю, причинить какую-то боль. Вот здесь это не совсем про вас, поэтому вы внутри себя скармливаете хищника, который готов вот прям напасть, разорвать, и я могу предположить, обычно у меня такое вот выходило по третьей позиции, но здесь вот может быть период такой, такое ощущение, что прям такой кровожадный какой-то здесь зверь, прям вот ему есть необходимость как-то вот сорваться, что ли, сорваться, причем он может быть действительно опасен и неконтролируем, потому что вот он такой кровожадный внутренний зверь, хотя в принципе по своей натуре, вы знаете, чем-то напоминает здесь тигра, не льва, а именно тигра, либо как снежный барс мне идет, что-то такое с огромными клыками, то есть если вдруг жертва попадется в руки, в лапы этого животного, да, то он уже не остановится, то есть нету такого как-то, вы знаете, вот пожалеть, и именно поэтому с одной стороны из-за этого скорее всего идет контроль ваш собственный, а с другой стороны чрезмерный контроль приводит именно вот к такому состоянию голодания внутреннего зверя, то есть он действительно голоден до крови, до жажды, до мести, вот что-то такое, не знаю, может быть, что-то было совсем недавно в вашей жизни, когда вы хотели что-то высказать, и вы сдержались, и не выпустили вот на волю своего зверя. И еще, а умеете ли вы отпускать? Отпускать, умеете ли отпускать? Ужасно. Умеете ли вы отпускать? Вот у меня идет какое-то, знаете, все же опасение, все же опасение. Здесь может быть два момента. Один страх – это то, что это животное уйдет и больше никогда не вернется, а оно вам нужно, мы сейчас посмотрим для чего. А второй момент – это страх за последствия действий этого животного, то есть, иначе говоря, если вы его выпускаете, вы становитесь совсем неадекватным человеком, и вы боитесь последствий своих собственных поступков. Это как в состоянии, входит в какое-то состояние аффекта, когда логика полностью отключается. И вот в состоянии аффекта начинаете делать такие действия, такие поступки, да, что, во-первых, сами себя удивляете, здесь очень мощная сила, то есть вы можете вот прямо на этой силе совершить много действительно каких-то вот пагубных для вас и для других действий. И опять же-таки это все связано с голдом, то есть долгое время как-то вот не выгуливаете, не выпускаете. Может быть, здесь стоит научиться как-то постепенно, либо как-то дозированно подкармливать своего зверя. То есть нет-нет, где-то оскалиться, показать свои зубки, где-то показать свои когти, где-то дать отпор. То есть вот это вот необходимо. Нельзя здесь доводить вот прямо до крайности. Здесь есть такое. А с другой стороны, вот этот вот страх, что этот зверь как будто бы, знаете, убежит и не вернется. То есть вы опять же-таки держите его на привязи, то есть он вам нужен. Он вам нужен, потому что здесь он придает вам какую-то силу внутреннюю. И здесь такое чувство, что если этот зверь убежит, вы будете ощущать какую-то пустоту, и он является для вас вашим внутренним стержнем, вашей внутренней какой-то опорой. Без него вы не будете чувствовать силу. Здесь еще раз скажу, здесь хищник идет. И вот такое чувство, что если этот хищник идет, вы как будто бы превратитесь, я не знаю, в жирафа, которое поедает растение, такой, знаете, вот мягкий, пушистый. Какое-то такое животное слишком доброе. То есть вы как будто бы утратите свою суть, свою природу. Вот здесь в этом страх тоже состоит. А давайте я посмотрю сейчас, что за животное внутри вас. Вот что это за животное. Четверка мечей. Однозначно у этого животного есть очень острые зубы. Это может быть, причем идет два клыка. Это может быть как у змей, да, причем только у тех змей, у которых есть клыки, есть вот эти зубы, где за зубами находятся мешочки с ядом. Это может быть, как я уже сказала, снежный барс. Это могут быть любое семейство кошачьих, у которых есть передние клыки. У кого-то здесь зверь, это тюлень, либо морской котик. Скорее всего, это морские котики, у которых есть вот эти, вот знаете, усики и два больших клыка. Это могут быть мамонты. То есть вот мне идут любые представители, либо слоны, любые представители животных, у которых есть либо два клыка, но это не рога, однозначно. Здесь то, что вот как нож может пронзить другого человека. Не считая змею, здесь большое животное, здесь очень крупное животное. Вот то, что я сказала про морского котика, либо тюлень, это не случайно. Почему? Потому что вы как-то вот можете иногда, вот ваш внутренний зверь, он иногда ленится, впадает в такое состояние, как-то, знаете, вот полежать, расслабиться. Вот как я говорю, как семейство кошачьих. Они либо охотятся, либо как-то вот показывают мне, на ветке лежат, почему-то как львы отдыхают, почему-то такая картинка, хотя здесь не про львов. Здесь, скорее всего, тигры, здесь не львы. Так. А какая задача? От чего вас этот внутренний зверь защищает? Я посмотрю на колоде Чака Спицано, на темных историях. Так. От чего вас защищает? От каких темных сценариев вас защищает этот зверь? Чувствует себя нелюбящим, да? Вот здесь, как будто бы, знаете, идёт любовь именно, не знаю, насколько это может показаться странным, но вообще весь расклад покажется странным кому-то, не только по первой позиции, но здесь такое чувство, что вы очень любите, то есть здесь какая-то любовь идёт, к вашему внутреннему зверю. То есть если не это ваша внутренняя суть, если это не ваш внутренний зверь, то вот как будто бы вам неоткуда получать любовь. Опять же таки, это наше восприятие, это не обязательно так. Может быть, люди действительно есть в вашем окружении, которые вас любят, но вот здесь вот такое чувство, что вы как будто бы сами себе говорите, что у меня никого нет, у меня есть только я. И вот это вот это я, это как раз-таки одна из задач вашего хищного животного любить вас. То есть он как-то вот странно, не то чтобы охраняет, а как-то выражает к вам свою любовь, это вас подпитывает. Интересно. Ещё что. Да, здесь он появляется, пробуждается тогда, когда присутствует какая-то критика во внешнем мире, когда кто-то к вам, возможно, несправедлив, тогда он пробуждается для того, чтобы охранять вас, для того, чтобы вас как-то защищать. То есть в этот момент он готов напасть на своего обидчика. И это вот пробуждается тогда, когда есть критика. Либо, знаете, здесь, когда человек ощущает, что на него вот готовы напасть. Ну, ясное дело, что не физически, а словесно, ментально. Либо когда человек вот чувствует какое-то воздействие на себя, нападение и какое-то недовольство в свой адрес, вот тогда здесь, причём, знаете, хищник, он не нападает, а он здесь как будто бы стоит на на своих лапах. Ну, помимо тюленя, тюлей, значит, должен стоять стоя. И он вот как будто бы, не знаю, если обращали внимание у волков, может быть, видели у собак, они приподнимают, открывают пасть и приподнимают только верхнюю бубу, тем самым показывая как можно больше свои клыки, что ко мне лучше не подходить, да, то есть я отпугивание, идёт такое отпугивание, то есть нету здесь цели нападения, а первичное, скорее всего, такое отпугивание. То есть это может быть вот когда вы как-то взаимодействуете с другими людьми и чувствуете, что кто-то нападает, да, что есть какая-то критика, вы как-то становитесь резкими такими и идёт какое-то вот фырканье, мне показывают, знаете, как лошадь фыркает и начинает там как пытами бить, предупреждая о том, что я могу напасть, да, то есть здесь идёт сначала какое-то предупреждение. Ещё какая задача, да, вашего зверя. Припадок бешенства. Ну вот он вас охраняет, понимаете. Он вас охраняет от вас самих. Вот как бы это странно не казалось, да, то есть хищник вроде бы, но здесь идёт, что вот этот внутренний зверь охраняет вас самих, от самих себя. А что вы можете сделать? Давайте вот посмотрим, да, что вы можете сделать в состоянии аффекта. Вот как вы можете? О-о-о-о-о, так, видно, да, видно, пятёрка мечей. Что вы можете сделать? Вы можете сделать очень много, очень много, очень много боли причинить, прям очень сильно ранить, не случайно эти клыки, да. Пятёрка мечей, она говорит о том, что я, все методы хороши, я любым, любым способом могу, то есть здесь есть такие моменты, когда человек, не то чтобы злопамятный, у него просто хорошая память, да. Я не злопамятный, я просто хорошо помню обиды нанесённые мне. Здесь человек может причинить боль, может предать, может пойти на любую подлость, да. То есть мы смотрим здесь такие крайние варианты, вот. Если кто-то скажет, что нет, я не мстительный, возможно, вы не мстительный, но мы говорим, на что вы способны, вот. Скорее всего, если довести человека до крайности, то вот именно в те моменты, именно в крайних моментах, да, там, я не знаю, если кто-то, например, посягается на вашего близкого человека, либо на вашего ребёнка, когда мать вынуждена защитить, то здесь человек может пойти на любые крайности, и это, опять же таки, не говорится, что все такие, ни в коем случае, здесь не о всех, это вот именно о вас, кто выбрал первый вариант, потому что пятёрка мечей – это карта, которая может причинять боль. Причём, знаете, так и искусно, и вот когда мы говорим, да, про садизм, вот, да ещё и с мазохизмом, да, то есть получать удовольствие от насилия над своей жертвой, вот этого, вот этого вы, скорее всего, и где-то бессознательно боитесь, и здесь именно вот от таких аффектных состояний, скорее всего, от состояния, когда вы находитесь в аффекте, да, вы себя вот прям защищаете сами. Возможно, был такой, если такое есть, значит, у вас был когда-то уже такой опыт, пускай не конкретный, как я описала, но что-то схожее. Знаете, это когда бывают, например, мужские какие-то драки, когда у человека идёт помутнение в голове, и он не видит перед собой человека, а видит, я не знаю, предмет, который надо уничтожить. Вот он начинает его бить, уже человек без сознания, жертва падает без сознания, он всё равно продолжает его добивать. То есть мы говорим, вот прям такая жестокость. Вот этого состояния здесь, в пятёрке мечей, в данном случае, по энергетике у меня идёт именно такое. Вот, но и в то же время мы сказали, когда ваш внутренний зверь, он даёт вам любовь необходимую вам и защиту. А нужно ли его вообще выгуливать? Давайте посмотрим, нужно ли его выгуливать. Ну вот четвёрка мечей, четвёрка пендаклей, я бы сказала, что нет, у него нет необходимости, но вот знаете, подкармливать надо, выгуливать нет, а вот подкармливать надо. Как будет наилучший вариант подкармливать своего зверя? Через осознание, через изменение перемены в своём мировосприятии, да, через то, что вот периодически как будто надо вычищать всё то, что у вас накопилось связанное с прошлым. то есть прошлое здесь надо удалять из своей памяти, особенно если это что-то такое плохое, чтобы вот оно не копилось в пятёрку мечей. Тогда, тогда да, тогда вот видите, тогда нету необходимости выгуливать, а перемены, вот тогда будет внутренний зверь, он будет смиренным, сам по себе он будет смиренным. Так, вот такая была первая позиция. Мы, сейчас я соберу карты и мы с вами пойдём дальше. Так, первая. Позиция номер два, красненький камешек. поставим. Так, здесь смотрим, бойчки, насколько вы умеете отпускать своего внутреннего зверя. Насколько вы умеете отпускать. А вы его как будто бы, знаете, здесь не держите. Причём здесь, здесь нету внутреннего зверя, здесь есть внутренняя птица, и эта внутренняя птица, это голубь. Это голубь, это пеликан. Причём, кто не знает, в Аркании императрицы здесь пеликан в контексте, знаете, чего, как идёт отсылка именно к Христу, именно к Христу, само пожертвование, да, почему именно пеликан, а не какая-нибудь там цапля, есть такой, такая былина, что ли, либо миф о том, что когда в гнезде сидел пеликан, и у него вылупились птенцы, и по каким-то причинам, я уже не помню полностью этот миф, не было нечем было кормить, потому что, по-моему, это было какое-то военное время, что-то такое, то, согласно этому поверью, пеликан вытащил своё сердце для того, чтобы скормить своих птенцов. И вот это вот, скорее всего, одна из, одна птиц, одна из символических таких птиц, которые олицетворяют арканной императрицы. Вот, поэтому, возможно, даже на гербах, где есть отсылка к материнству, к заботе, к родам, там изображён пеликан. Поэтому здесь если здесь хищник, нет, здесь нет хищника, хотя, может быть, если мы говорим о хищниках, только два. Это белая волчица, именно волчица, а не волк, и это может быть медведица, потому что обе идут как олицетворение материнства. Но вот мне всё же идёт здесь, невзирая на символику, да, этих арканов. Мне интуитивно идёт голубь, белый голубь. То есть ваш зверь является птицей на самом деле. Вот. У вас нету нужды именно в какой-то вот агрессии. здесь голубь именно белый, идёт олицетворение чистоты, олицетворение вот духовности, да, вот этой первой материи, не знаю, вот какого-то источника, источника света. Поэтому здесь нет какой-то необходимости в агрессии. Это не ваша природа, что даже вот говоря о внутреннем звере, у нас идёт также чистота. Если бы и был какой-нибудь зверь, то скорее всего он был бы травоядный, не хищный. Но опять же таки, белая волчица это как мифическое существо скорее всего здесь идёт, нежели какое-то физическое животное. Медведица идёт как защитница. Защитница и хорошая мать. То есть если здесь даже не как нападение, а скорее всего защита. Защита за своё потомство. Когда нету потомства, здесь эти животные уходят, остаётся вот только белый голубь. Причём, знаете, не горляшки, а вот именно голубь, у которого такой круглый хвост сзади вот это вот оперение такое очень красивое. и почему-то мне этот голубь, он идёт с веточкой, с веточкой. Ну, может быть, и оливок, может быть, не знаю, не обязательно, но вот символ ветки, перемирие, да, перемирие, примирение, вот что-то такое. насколько вы умеете его, вот этого, вот эту свою птицу, да, голубя, насколько вы умеете её отпускать, а вы, знаете, такое ощущение, что вы, в принципе, не держите, то есть здесь идёт какое-то партнёрство некое, вы умеете договариваться со своей вот этой сутью в виде птицы, да, с этой вашей природы в виде птицы, вот здесь на равных, то есть нету каких-то клеток, нету каких-то ограничений в свободе полёта, то есть когда захочет уйдёт, когда захочет придёт, всё здесь добровольно, от чего ваша птица, от чего защищает вас, я хотела сказать, зверь, но всё же, если даже это мифический, потому что мне не идёт физического зверя, это вот не про вас, от чего всё же вас защищает, ну вот видите, чувства вины, защищает вас от того, когда вы сами, опять же таки, голубь, да, чистая информация, защищает вас от вас самих, чтобы вы не впадали вот именно в жертву, когда вы начинаете сами себя винить, корить, брать на себя, так скажем, больше ответственности в контексте того, что я виноват, да, кто виноват, как правило, тот, у кого больше ответственности за содеянное, вот здесь как раз таки этот голубь, он вам как будто бы старается, знаете, показать первую причину, то есть его защита, она выражается в том, что он даёт вам необходимую информацию в контексте любой ситуации для того, чтобы вы увидели, а в чём причина, то есть как обстоят дела на самом деле, то есть не в вашем каком-то вопросе, вот вы, например, я не знаю, с кем-то там поругались, либо кому-то что-то сказали, либо что-то сделали, у вас появилось чувство вины, здесь голубь не даёт вам информацию о том, вот как надо было вам поступить, как надо было другому человеку, а здесь как-то более масштабно, более глобально может подсказать то, что вот, например, в контексте развития души данная ситуация дана была для того, чтобы вы, то есть вы и человек, с кем вы взаимодействовали, проиграли какой-то конкретный, проиграли конкретную роль, да, конкретный сценарий был дан для проработки, то есть вот какая-то такая информация вам начинает попадаться, ну, по крайней мере, голубь старается вам её передать. Здесь достаточно так высоко и масштабно, да, с высоты птичьего полёта, то есть не, не конкретно, здесь нету вот именно то, чтобы вот вас как-то поддержать, нет, а здесь задача, для чего даётся эта информация, для того, чтобы вы почувствовали вот какое-то успокоение, мир внутри души своей, да, чтобы вы примирились со своей душой, чтобы вы ощутили это состояние умиротворения, вот для этого. Ещё от чего вас защищает. Вот видите, здесь вопрос, информация от первоисточника, она важна, то есть без каких-либо искажений, потому что защищает от каких-то искажений, от чего-то придуманного, надуманного, фантазиозного, там, не знаю, иллюзии, вот от всего этого ваш голубь защищает. Ну и ещё от чего? Вот, чтобы вы не впадали в состояние хитрости и обмана, то есть, если это хитрость, обман, то это по отношению к самому себе, если это хитрость, обман, то касается других людей, то это по отношению к вам, то есть не в контексте, что вы кого-то обманываете, нет, вы можете обмануть только себя либо вас, то есть где-то входить в какие-то заблуждения, да, хитрость, обман, это в том числе и заблуждение, вот для этого вам даётся как раз-таки голубь, не как посыльный, нет, здесь нету, а здесь такого, а здесь информация, когда я говорю, она как будто бы идёт от самого источника, то есть в греческой мифологии Зевс превращался в голубя, да, то есть он является главнокомандующим, главным начальником, архистратегом всех богов греческого пантеона, да, и вот он превращался в голубя, то есть здесь идёт свет, свет от его источника, первоначальный, то есть как будто бы вот высветить, прояснить, осветить, это не как гермес, который передаёт, да, как посыльный, здесь голубь не выходит в этой роли, а именно вот как свет мне идёт, и всё, не могу я как-то это по-другому интерпретировать, так, ну поскольку вы не держите свою птицу, да, она у вас свободная, мы посмотрели, от чего она вас защищает, а вот что она хочет, чтобы вы, возможно, сделали для неё, давайте посмотрим, а знаете, есть такое ощущение, что она хочет, чтобы вы как будто бы не закрывались от неё, да, чтобы вы не закрывались, она способствует вашему перерождению, она помогает вам, ну то есть она птица, этот белый голубь, это мужского пола, почему-то мне идёт, и он помогает вам в перерождении, но здесь получается так, когда вы получаете информацию, либо он старается передать вам необходимую информацию, вы как будто бы закрываетесь, поэтому для него будет самое такое благое, это то, что вы не будете закрываться от той информации, которую он вам передаёт, потому что она способствует вашему перерождению, да, каким-то переменам, она, знаете, ещё как-то вот идёт очищение здесь, она помогает вам очиститься, скорее всего, это имеет отношение к вине каким-то образом, то есть вина это низкие такие вибрации, она как будто бы помогает вам на более высоких вибрациях фонтанировать, то есть всё время как-то поднимает, а вы, когда находитесь в низких вибрациях, вы закрываетесь от этого света, и, конечно, свою роль выполняет голубь, безусловно, но вот было бы намного проще, намного легче, если бы вы как раз-таки взаимодействовали по шестёрке Пентакли, то есть когда он делает три шага в вашу сторону, да, что вы хотя бы вот эти вот два сделали тоже в его направлении, я понимаю, что когда ты как-то вот эмоционально убит, хочется сказать, да, то есть тебе здесь не до каких-то перемен, вот хочется как-то, не знаю, себя пожалеть, здесь показывает окно, и вы находитесь в комнате с закрытым окном, и вот голубь, он как будто бы за окном, он стучится, стучится, а вы от него отмахиваетесь, ну, то есть вообще даже не обращаете внимания, и ему приходится преодолевать намного больше на своём пути, чтобы до вас как-то добраться, достучаться, передать ту информацию, которая необходима, поэтому помогите, то есть услышав эту информацию, помогите ему, так, это была вторая позиция, красный камешек, мы с вами переходим к позиции номер 3, зелёному камешку, смотрим, троечки, насколько вы умеете отпускать своего внутреннего зверя, насколько вы умеете отпускать своего внутреннего зверя, сложно, в чём сложность, как будто бы здесь человек не может решиться на и лох, карта прям решиться на это, это, как-то мне сразу аж прям тяжело, сразу аж прям тяжело стало, как-то вот в области сердца как-то давит, давит, почему, не знаю, какой-то вот груз, как, как плита какая-то, камень какой-то такой плоский, небольшой, но при этом вот он бетонным как-то давит, 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 что на вас давит тут, давит либо финансовая сторона вопроса, да, то есть материальный мир какой-то давит, либо здесь идут какие-то обязательства, обязательства перед семьёй, обязательства перед семьёй, поэтому вы не можете выпустить своего зверя, какая связь есть зверя и семьи, здесь, знаете, здесь как будто бы есть какие-то чувства, есть любовь, забота по отношению к семье и возможно их отношение к вам, оно не всегда такое, какое вы хотели бы видеть и здесь водой капидакли как раз-таки говорит о двух ценностях очень важных, с одной стороны ценности это ваш внутренний зверь, а с другой стороны семья, то есть и то и другое оно равнозначно и очень сложно здесь сделать выбор, потому что есть любовь к семье, а с другой стороны вы, то есть ваш внутренний зверь это вы, и поэтому что-то выбрать сложно, вы и от себя не можете отказаться, и от семьи не можете отказаться, поэтому здесь выгуливать внутреннего зверя не то чтобы страшно, не можете, не можете решиться, что здесь за зверь идет, покажите мне, здесь идет либо бык, либо бизон, либо какой-то баран, но это не коза, нет, это именно баран, мужского, полнеженского, такая, знаете, вот упертость, опять же таки, это бык, не корова, то есть здесь животное мужского пола, бизон, животное земли, и при этом животное, ну, которое относится к стихии земли, и при этом животное такие, знаете, вот мощные, очень выносливые животные, связанные стихии природы, природа, земля, здесь мне идет не потому, что они ходят по земле, а потому, что они ассоциируются с землей, и причем интересно, что это вот именно не козел, как в знаке зодиака, козерога, который относится к стихии земли, а вот именно бык, то есть здесь вот какое-то идет упрямство, настойчивость, почему я говорю баран, он тоже про упрямство, при этом он такой достаточно свободолюбивый, да, когда в одиночку, когда в стаде, да, они становятся покладистыми и трусливыми, но когда он в одиночку, он сильнее, здесь вот какая-то сила такая идет, но она, знаете, она вроде бы она не совсем агрессивная, то есть она агрессивная только тогда, когда не знаю, как будто бы почувствует, когда что-то почувствует, но здесь не про нападение, а здесь скорее как-то, знаете, вот как отпугивание, это даже не защита, а вот отпугивание, когда человек может как-то вот давить своим авторитетом, не то, что он там что-то может причинить, да, а вот именно как-то, когда человек давит своим авторитетом, давит своей энергией, давит своим присутствием, вот, вот ваш внутренний зверь, он такой, сила здесь идет, но это не сила воли и это не про разумность, а это вот прям вот какое-то давление, не знаю, не случайно, вот у меня вот это давление было в области груди, так, еще какое здесь животное, если есть какое-то животное, я посмотрю сейчас, здесь идет мифическое животное, здесь у меня идет птица феникс, здесь идет птица феникс, и из мифического здесь еще идет грифон, если я правильно говорю по-русски, это такое, какой-то, ну, поскольку оно мифическое, да, это животное, у которого есть четыре лапы, он еще и летает, и по-моему, у него лицо птицы, голова птицы, но при этом есть вот как-то есть лапы и есть крылья. Феникс говорит о перерождении, о силе, о силе духа, когда человек доходит до пикового состояния, он в этот момент трансформируется, то есть есть у вас какое-то умение доходить до какой-то грани, и вот в этой грани, в отличие от первой позиции, где человек ходит в состоянии аффекта, и он потом не контролирует свои последствия, вы наоборот доходите до какого-то предела и перерождаетесь, то есть вы становитесь другим человеком. Вы как будто бы сменяете свою форму, вот мне идет, это как вода, да, когда доводишь до кипения, она превращается в пар, да, то есть умение видоизменять свою форму, но здесь нужно доходить как-то до кондиции, вот ваше животное, в данном случае мифическое, да, это птица феникса, она как раз показывает вам, как вы можете меняться, трансформироваться, становиться другим человеком, но не в худшую сторону, а в лучшую сторону мне здесь показывают, и для этого грифон вам дает необходимые знания, животные, которых я говорила, вот как бык и бизон, они как раз таки показывают вам не то чтобы свою упертость, а настойчивость, умение отстаивать, то что даже не отстаивать, потому что в отстаивании все равно есть борьба, здесь нету борьбы, здесь есть пассивность, но знаете, человек, которого невозможно столкнуть со своего места, то есть он настолько прирастает, что сдвинуть его невозможно, вот он, вот эта вот упёртость, настойчивость, не по отношению к кому-то, а вот именно неумение сдвинуться с места, здесь идёт в позитивном каком-то ключе, то есть я остаюсь, допустим, при своём мнении, что бы там не происходило, то есть я остаюсь, вот постоянство, здесь вот это вот постоянство, это то, что сохраняет вас, именно вот вашу птицу, вот эта феникса от бесконечных перерождений, здесь такое чувство, что какое-то существо, которое бесконечно принимает разные формы, да, перерождается из одного в другое, в другое существо, и вот это вот в какой-то момент это должно стабилизироваться, потому что оно не может бесконечно меняться, почему, потому что нужен отдых некий такой, вот эти вот земные ваши животные, они вас как-то заземляют, понимаете, поэтому они такие, такое чувство, что вот как в болоте, знаете, начинает затягивать, и ты не можешь вырваться, это вот как раз-таки понятие заземления в данном случае, от бесконечных вот этих трансформаций и перемен, от знаний, которые вы получаете, вот это вот ваше внутреннее животное, от чего оно вас защищает, да, то есть оно о вас заботится и каким-то образом защищает, от чего оно вас тут защищает, от контроля, то есть когда идут какие-то переменные трансформации, здесь как якорь, вот эти вот животные, да, земные, о которых я говорила, они как якорь, они вас держат на одном месте, так вот бывают моменты, когда включается феникс и грифон, которые вот поднимают этот якорь, и вы начинаете меняться, вот тогда вы теряете свой контроль, то есть они вам, они как будто бы перехватывают ваш контроль, да, ваш пульт управления, говорят, что вот сейчас я, сейчас я беру бразды правления и я тебя поведу туда, куда нужно, потом, когда мы придем и тебе нужно будет с этим жить, тогда ты пустишь якорь и превратишься вот в тех животных земных, о которых я говорила, здесь вот какая-то такая модель идет, еще отчего вас защищают, трагедия, смотрите, здесь планета Сатурн, Сатурн это тоже имеет отношение к времени, к времени, к урокам, и оно тоже имеет отношение к земле, я не знаю, как вам это объяснить, но здесь вот это земное, оно тоже присутствует, здесь защита идет не от того, что вы как-то драматизируете какую-то ситуацию, да, либо видите все в темном свете, а здесь как будто бы идет помощь в проживании ваших уроков, то есть тогда, когда вы считаете, что вас наказывают, сама судьба вас наказывает, здесь как раз таки вот процессы перерождения указывают вам на противоположное, что это не так, здесь не идет наказание, здесь здесь это как будто бы вам показывают, что это рост, бунт, причем смотрите, изображен бык, о котором мы говорили, да, бык, буйвол, о котором мы говорили, от чего, от агрессии, от агрессии, то есть когда есть чрезмерная агрессия, вот это ваше внутреннее животное, феникс, оно как раз таки воспламеняется для того, чтобы сжечь вот эту вот негативную энергию, то есть она как будто бы питается вот этой вашей агрессией, не потому, что аккумулирует в себе, а потому что вбирая в себя вашу агрессию, воспламеняясь, она, я имею в виду птица феникс, она трансформируется, то есть каждую энергию, она как-то вот вбирая в себя, меняет, меняет, не знаю, меняет как-то вот энергию вашу, настрой, то есть если не было бы этого существа, вы бы изнутри себя как-то выжгли полностью своей вот этой вот агрессии, причем это агрессия в контексте вот противостояния, несогласия с чем-то, борьба за справедливость, борьба за честность, то есть вот такие убеждения, они включают в вас вот это вот бунтарство какое-то, несогласие, а поскольку оно может быть для вас разрушительным, вот чтобы не было разрушений, вот эта вот птица Феникс, она, то есть здесь вот эти вот энергии, они начинают способствовать тому, чтобы вы закипали, и вот в этот момент закипения, скорее всего, кипения, в момент кипения порождается огонь, и вот этот огонь поглощает Феникс, и перерождается, то есть здесь такая модель, такая конструкция. Хорошо, давайте теперь посмотрим, то, что мы смотрели в предыдущих позициях, вот ваши животные, они вас защищают, они вам помогают, а что вы можете дать взамен, то есть для лучшего взаимодействия, что можете дать вы, а вы должны питать каким-то своим вдохновением и небольшой любовью, вот прям небольшой, здесь не надо много любить, а здесь вот как будто вы знаете, внимание, внимание и частичку света посылать, это вот то, что нужно, обращать внимание, опять же таки, немного, а вот прям чуть-чуть, какую-то далеку внимания, и вдохновляться тем, что эти существа делают для вас, это будет их наполнять, еще что, здесь нельзя ограничивать, что именно идет в ограничении, штерка кубков, здесь нельзя как будто бы ограничиваться в каких-то своих порывах, вот именно выразить какую-то любовь, но и вот чистоту, как-то вот, когда есть такое желание, да, по отношению к этим существам сделать, это вот какое-то, не знаю, какая-то искра мимолетная, это должно быть вот прям не какое-то целенаправленное, а такое, знаете, вот импульсивное появилось, вы это прожили и забыли, вот что-то здесь такое, каких-то детских проявлений, вот я говорю внимание, просто обращайте внимание, это важно, вот именно столько, не надо много, да, видите, еще один паш выпадает, вы будете кормить их тем, что вы будете на них обращать внимание и понимать, что эти существа, они вам во благо и они дарят вам вот как-то свою заботу, а вы им должны платить вниманием и показывать свою, их ценность в вашей жизни, вот, вот что им нужно, что, вот, не все не зря, почему, потому что так или иначе они бы, они выполняют свою задачу, свою функцию, знаете вы об этом или нет, но когда вы это знаете и выражаете как-то благодарность, ну то есть даете, даете себе отчет в том, что есть вот такие помощники в вашей жизни, их это питает, энергетически их это питает, это вот вся благодарность, которая им нужна от вас. вот такой расклад был сегодня, мне будет любопытно посмотреть, что вы напишете в обратной связи, потому что ну какой-то вот, какие-то расклады необычные, но опять же таки, что приходит, то я и говорю, особенно для начинающих коллег, кто смотрит мои расклады, сразу скажу, по раскладам у меня научиться невозможно, потому что я читаю информацию немножко иначе, не по картам, то есть, чтобы вы понимали, когда есть вот такой вот формат руки-карты, я просто закрываю глаза и в потоке читаю, вот что мне идет, поэтому очень много описаний и ощущений, которые могут вообще не совпадать с картами. На этом все, прощаюсь с вами, всем отличной недели, до следующего расклада, всем пока-пока!